Свою работу в эфире продолжают новости дня в студии Арины Аксенова. Здравствуйте! Мы расскажем о главных событиях этой пятницы в ближайшие 20 минут. Простоев не будет. Новые Лиазы, пополнившие автопарк нашего города, уже вышли на маршруты. Новгородцы оценили качество и комфорт обновленного общественного транспорта. Крылатые кони для полета мысли. В Новгородской области завершился конкурс профессионального мастерства представителей СМИ «Хрустальный пегас». Не чувствуется атмосферы праздника. Берем инициативу в свои руки и сами украшаем город. Ну, хотя бы елочку в собственном дворе. Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло сегодня на улице Державина. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на встречную полосу прямо под автобус. Из-за удара его машину развернуло, и она оказалась на обочине в снегу. И по ходу движения, смотрю, он его вынесло под меня, машину несет меня боком. Я только успел вывернуть влево чуть-чуть, ему попал в багажник. Водитель и пассажир отечественного автомобиля доставлены в больницу. Автобус уехал пустым. А еще через несколько метров от места первой аварии не смогли разъехаться две иномарки. Водитель Митсубиси Лансер пытался уйти от столкновения и оказался в сугробе. В этой аварии никто не пострадал. В преддверии наступающего Нового года депутаты Новгородской областной думы решили поздравить и поддержать тех, кто весь этот год трудился на передовой борьбы с коронавирусом – врачей Центральной районной больницы в Пролетарии. Порядка 25 медицинских работников этого учреждения каждый день выходят на смену, чтобы бороться за жизнь своих пациентов. Особенно их труд оценили во время пандемии. Чувство благодарности в первую очередь, чувство уважения, большого преклонения перед тем, что вы делаете. Особенно в последние годы вы просто-напросто настоящие герои нашего времени. Это некрасивые слова, а на самом деле это так. Эта больница – одна из немногих, куда принимают не только с положительным тестом на коронавирус, но и тех, кто страдает от пневмонии или кому нужна реабилитация после перенесенного ковида. Кроме того, здесь одно из самых больших детских отделений по борьбе с этой инфекцией. Именно наша больница оказалась на одном из первых рубежей. Уже второй год, несмотря на то, что у нас достаточно маленькое детское отделение, мы принимаем всех детей из области. И мы являемся таким обсерватором для дальнейшего дифференцировки детей по ковид плюс, ковид минус. Депутаты подарили врачам Новгородской центральной районной больницы микроволновку. Чайный сервиз, а к нему много сладостей. А на следующей неделе отправятся вручать подарки ветеранам в Шимск и в Машинское. Новые Лиазы, которые пополнили автопарк Великого Новгорода, вышли на городские маршруты. И это уже оценили пассажиры. Время ожидания транспорта на остановках сократилось. Да и ехать в новеньких салонах стало гораздо комфортнее. Виктор Михайлов в этом убедился. На улицах города первые ласточки из новой партии. Их пока шесть. На все автобусы уже оформлены документы, но теперь некоторым водителям нужно пройти стажировку и преподготовку для управления прибывшими машинами. Водители прошли стажировку на новых автобусах. Сейчас в данный момент проходят другие. Ну как, опытные водители говорят, мы должны пощупать каждую гаечку, прежде чем выехать на линию. Вот занимаются подготовкой. Панель управления больше похожа на современный смартфон, чем на стандартные приборы. Большую площадь занимает яркий монитор со всеми показателями системы. К старым функциям добавили камеры заднего вида. Да и сами клавиши перенесли в другое место. Но несмотря на то, что это пока непривычно, сидеть в кабине стало гораздо комфортнее. В обновленных автобусах сделано все. Не только для комфорта пассажира, но и для удобства водителя. Во-первых, изменилась сама форма капсулы. Она стала более обтекаемой. Ну а внутри сам салон похож больше на космический корабль, чем на обычный автобус. Кругом множество кнопок, да и само кресло подстраивается под вес водителя. Можно расположить достаточно комфортно. Кресло подстроится под себя. Но самый главный плюс обновленной модели то, что наконец-таки появился подлокотник. Рулить теперь станет намного удобнее. Владимир Шварц водитель автобуса с 1990 года. Говорит, что рулить стало намного приятнее. Этот транспорт больше похож на легковой автомобиль. А изучить новое расположение привычных рычагов помогла инструкция. Сначала мы ознакомились, нам дали вот такую книжку почитать, что мы тут, что к чему и какие кнопки, как управлять. А остальное все, в принципе, как на всех остальных автобусах. Новые автобусы оценили и сами пассажиры. Сидеть на креслах удобнее, а главное, в салоне стало намного теплее. Стало комфортнее, чище. Но даже заметила, что как будто бы ходят автобусы чаще. То есть даже так стало? Мне почему-то так показалось. Мне вот нравится. Почему? Потому что, во-первых, не рваные, не грязные. Ну, мне удобно. Остальные машины, которые пока находятся в гараже, планируют выпустить на линии уже на следующей неделе. Виктор Михайлов, Галуст Гивандян. Новости. Новгородское областное телевидение. Эта зима поистине претендует на звание настоящей морозной и снежной. Один только декабрь почти перевыполнил план по снегопадам. И снова за окнами метет. Вот. А это значит, и сегодня, и в выходные добавятся работы коммунальным службам. А чтобы труды не пропали даром, в общественной палате Новгородской области организовали горячую линию. Недели ранее комиссию по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ практически завалила звонками. С жалобами на содержание муниципальных дорог в зимний период за несколько дней обратились 57 жителей. Давайте сделаем так. Мы со своей стороны через администрацию района выясним, в чем ситуация, почему раз в три дня или раз в четыре дня получается. Да, то так-то так понятно. Сейчас в три-четыре, так, в четыре день чисто. Если это проблема, вызванная плохой работой органов местного самоуправления, меры будут приняты незамедлительно. Если это проблема, связанная с контрактами, ну тогда будем пытаться вам помогать. Вот в зависимости от того, когда будут свободные, что называется, свободный транспорт. За сегодняшний день на горячую линию поступило 97 звонков. Обработать успели всего 52. Остальные заявки изучат завтра. Кроме того, обратный звонок обратившимся сделают в новогодние праздники, чтобы убедиться, что проблема решена. Чаще всего на горячую линию обращались жители Новгородского района. 15 звонков поступили из деревни Болотное. Обработанные заявки уже передали в Новгород-Автодор. Кроме того, жалобы, просьбы и вопросы можно оставлять в диспетчерской дорожников. Телефон для связи 94-33-50. В областном родильном доме новый главный врач. С середины ноября на эту должность назначен Валерий Яковлев. Он приехал к нам из Челябинска. Сегодня руководители учреждения представили журналистам. Свой профессиональный путь Валерий Яковлев начинал со специализации акушерства-гинекология и дорос до должности заместителя главного врача по своему профилю в Челябинской городской больнице. Последний год медик работал в Министерстве здравоохранения, а вскоре получил приглашение переехать и возглавить новгородский родильный дом. На будущий год у нас в планах очень активно развивать гинекологическую помощь. Это эндоскопическое оборудование, обучение сотрудников, обучение новым методикам оперативного вмешательства, оперативного пособия. То, что касается ненатологии, это приобретение дополнительного оборудования, обновление парка уже имеющегося оборудования. Новый руководитель говорит о том, что система работы родильного дома настроена хорошо и никаких особенных, в том числе кадровых изменений, не последует. А вот над укреплением материально-технической базы медицинского учреждения следует основательно потрудиться. «Хрустальный пегас» – главный журналистский конкурс этого года завершен. Призы нашли своих обладателей. А газетчики и телевизионщики уже точат перья и настраивают микрофоны для будущих побед. Затем, как проходила церемония награждения лучших представителей региональных СМИ, наблюдала Анастасия Васюнова. «Наш владыка, митрополит новгородский и старорусский лев, как-то мне сказал, что, такую очень важную фразу, он сказал, что все знают, что Новгород был, но далеко не все знают, что он есть. И он есть сейчас, он жив, он развивается. Здесь живут люди, которые думают о будущем, строят планы». Поэтому так важна работа журналистов. Благодаря материалам в СМИ об успехах и планах региона узнают жители области и те, кто находится за ее пределами. С прошлого года по инициативе губернатора возобновили традицию награждать лучших журналистов. И в этот раз задача снова оказалась не из легких. На конкурс прислали 173 заявки из 33 разноформатных редакций. «Сейчас же колоссальная конкуренция за читателя, за зрителя. Поэтому главное – это все-таки человек должен найти какой-то свой собственный оригинальный ход к зрителям, читателям, к аудитории. Если это удалось, значит, его труд не пропал даром». Для многих, кто вышел вчера на сцену, конкурс – доказательство того, что их профессия важна и нужна. В этом году наградами отметили несколько районных газет. В номинации «Лучший журналистский материал в городских и районных СМИ» победил Олег Черкашин из газеты «Батецкий край». А приз за лучшее интервью в печатном формате получил редактор газеты «Любитинские вести» Кира Соболева. В издании освещают туризм, историю и краеведение, публикуют репортажи и новости района. «Это мой любимый материал. Я долго его вынашивала. Я откладывала этого мальчика на потом. Это юный орнитолог, самоучка у нас из Любитина, маленький самородок. Он очень интересный парень, у него энциклопедические знания о птицах. И он излагает это очень интересно. Я думаю, читателям понравилось». Без заслуженных наград не остались и журналисты Новгородского областного телевидения. В номинации «Лучшая тематическая телепередача» победу удержала Диана Васина с проектом «Диванная аналитика». Программа эта острая и злободневная. Ее успели оценить и полюбить зрители, и с нетерпением ждут возвращения в наш эфир. «Впереди у нас Новый год, друзья. Хочу пожелать всем нам, журналистам новгородским, чтобы новгородская журналистика была талантливая, креативная и, главное, свободная от цензуры. Все присутствующие в этом зале понимают, о чем я говорю, и от нас с вами, от всех присутствующих. Это заезд». Премию «Дебют» забрала корреспондент новостей дня Мария Зверева. Специальными призами отметили ведущую и журналисты нашей программы Арину Аксенову и создательницу видеопроекта «Успешная мама» Наталью Цавицкую. Все журналисты Новгородской области лучшие, а выбрать самого умелого среди мастеров своего дела – задача практически невозможная. Впрочем, для экспертного жюри миссия оказалась выполнима. Так что теперь все здесь могут расслабиться, но только до завтрашнего утра. А потом снова за микрофон, камеру, перо. Одним словом, в поле для освещения жизни нашего региона. Анастасия Васинова, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. В эти предновогодние дни в регионе продолжается акция «Елка желаний», когда каждый из нас может осуществить мечту самых юных наших земляков. Андрей Тарачков хотел получить на Новый год лыжи. Ну а пока главный Дед Мороз еще в пути, в роли доброго волшебника выступил Андрей Никитин. Многодетная семья Тарачковых участвует в «Елке желаний» впервые. Старшей дочери Олесе нужен ноутбук или планшет для учебы. Среднему Андрею новые лыжи, а младшей – Полине колонка для занятий вокалом. Об акции узнали в последний момент. Вот и решили попробовать подать заявку. Те лыжи мне смалились, и я попросил лыжи, чтобы мне было удобно кататься. И еще, чтобы мы катались с семьей. Лыжи в семье были самым желанным подарком. Тарачковы стараются все делать вместе. В зимних спортивных прогулках участвует даже шестилетняя Полина. Теперь традицию восстановят в ближайшие свободные выходные. Лыжи Андрею вручил губернатор Андрей Никитин. А еще приглашение на новый новогодний спектакль и поздравления с наступающим. Конечно, они волновались, поскольку в первый раз побывали в здании правительства, тоже на таком представлении интересном. И, конечно же, при вручении немножечко так чувствовалось волнение, где-то стеснялись, может быть. Но провели нам небольшую даже экскурсию по зданию. Подарить праздник ребенку может любой желающий. Для этого достаточно обратиться к волонтерам регионального центра развития добровольчества или зайти на сайт проекта елкожеланий.рф. Еще одна благотворительная акция проходит сейчас в области калейдоскоп эмоций. Сладкие подарки волонтеры дарят школьникам из малообеспеченных семей. Молодые люди, волонтеры акции, сами собирают подарки и отправляются по адресам исполнять роли добрых волшебников. В областном центре и в районах их с нетерпением ожидают дети из неполных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы желаем вам, чтобы у вас все получалось, чтобы вы получали хорошие оценки в школе, чтобы все вас радовало. И чтобы у вас удача была прямо везде, везде запустовывала во всех ваших начинаниях. С Новым годом вас наступающим! К акции может присоединиться любой желающий, ведь добрых дел много не бывает. Великий Новгород не блещет яркими новогодними украшениями в этом году, считают горожане. Все привычное и уже устаревшее. Впрочем, кто-то предпочитает вздыхать и жаловаться в социальных сетях, а кто-то берет инициативу в свои руки. Так и поступила наша героиня Мария Клопотнюк. Вместе с ней создавать праздничное настроение, если не во всем городе, то в отдельно взятом дворе отправилась и наш корреспондент. Анна Вихрова. Мы помогаем городским властям, потому что им, наверное, столько снега в городе, они не успевают еще и украшать. И мы думаем, ну почему бы не помочь, чтобы всем было приятно и радостно. Конечно же, всем хочется, чтобы было красиво под Новый год. Каждый год семья Клопотнюк изготавливает украшения собственными руками. Из дерева, из ткани, да вообще из всего, что окажется в секретном сундучке для творчества. Тут и идеи об осознанном потреблении, чтобы не покупать в большом количестве магазинные игрушки, и простор для фантазии. Мария с дочками то шарфики навяжут для скульптур и деревьев, то украсят город самодельными игрушками. У меня есть такая домфея, ее зовут Зима, и ее дочка, маленькая феечка, на зубочечисточке, ее зовут Январька. В этом году зимнего энтузиазма для общественных пространств хватило на сковорешники и елку во дворе дома. Дерево украсили самодельными шишками и деревянными звездочками. И не беда, если после праздников игрушки исчезают. Возможно, их с собой уносит Дед Мороз. По крайней мере, на это надеются дети. Все равно в следующем году семья придумает и вместе смастерит новые праздничные украшения. Анна Вихрова, Максим Лебедев, Новости, Новгородское областное телевидение. Новгородская филармония приглашает на свой новый спектакль «Как Кощей решил жениться». Эта музыкальная постановка понравится и детям, и взрослым. Ведь зрители не только увидят любимых персонажей в новой интерпретации, но и станут частью интерактивного плана по спасению Нового года. «Неужели вы полюбили меня?» А давайте лучше потанцуем. Дама приглашает кавалера! Жениться можно круглый год, но когда, если не в новогодние праздники, можно встретить в одном месте сразу столько сказочных красавиц? Вот и коварный Кощей устал от одиночества и тоски. Юные зрители увидят классических героинь сказок и мультиков – Снегурочку, Василису Премудрую, Жасмин, а также и неожиданного персонажа – Малефисенту. Сказка музыкальная, поэтому волшебницы будут петь под живое сопровождение. На протяжении всего представления будет звучать музыка, и она будет исполняться вживую музыкантами. Сделаны очень интересные аранжировки, и даже узнаваемые некоторые вещи мы сделали очень оригинально. Современность нам придаст то, что мы в этом году в состав включили ударную установку и бас-гитару. Школьников ждут танцы, загадки и игры. Вместе со сказочными героями им предстоит спасти Новый год и растопить сердце Кощея. В филармонии подготовили еще один подарок для всех зрителей. После сказки можно спуститься в колонный зал и сделать красивые фотографии в новогодних интерьерах. Для этого помещение специально украсили к празднику. С 18 октября по правилам подключения жителей ранее газифицированных населенных пунктов к сетям газораспределения труба к границам частного земельного участка подводится бесплатно в рамках программы до газификации. Ее участниками могут стать более 37 тысяч жителей нашей области. На данный момент в регионе подано около 6 тысяч заявок и уже почти 120 новгородских семей с помощью этой программы начали пользоваться природным газом для своих личных нужд. Теперь у нас газ, с ним тепло и уютно и очень быстро все можно приготовить. Природный газ семьи Нихикиных пришел быстро. От момента заключения договора до подключения газовой плиты и котла прошло всего полтора месяца. Хозяева даже дровяную печь разобрать не успели, но она теперь просто элемент декора. Этот дом пока первый и единственный сетевым газом в деревне Завал Новгородского района. Впрочем, распределительные сети здесь провели только в этом году по программе газификации. И многие из соседей Нихикиных уже заключили договоры на подключение к ним. Сегодняшний день на территории Новгородской области в общей сложности 152 населенных пункта, которые подлежат до газификации и могут быть газифицированы по этой программе. Сроки исполнения программы у нас 31 декабря 2022 года. То есть все жители этих 152 населенных пунктов, если изъявят желание подключиться к системе газонабжения, они будут подключены к ней бесплатно. То, что касается строительства газопровода внутри площадки, это выполняется за счет средств жителей. Подать заявку на догазификацию можно через МФЦ, клиентские центры и представительство газораспределительной компании. Или удаленно через госуслуги и портал единого оператора газификации, где также можно оценить предполагаемые затраты на газификацию внутри домовладения. В зависимости от объема и сложности работ подключение вашего оборудования к газовой сети займет от одного месяца до года. Ну а кто-то уже сегодня наслаждается преимуществами голубого топлива. Очень удобно в плане того, что дома всегда тепло, температурный режим комфортный можно выставить, даже можно комнатное растение завести, потому что знаешь, что дома и уезжаешь на работу, будет тепло, и приезжаешь с работы, будет тепло. Не нужно дрова заготавливать, не нужно электричество очень дорогое тратить на то, чтобы обогреть дом. Никитины любят, когда в доме тепло. Особенно оценила новшество 16-летняя кошка Анфиса. Рыжая старушка редко покидает лежанку у батареи. Оборудование, которое выбрали хозяева, позволяет им экономить и снижать температуру в то время, когда их нет дома. Но Никитины пока этого не делают. Жалеют любимицу. Алексей Дмитриев, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. У меня на сегодня все. Напомню, что поделиться интересной информацией вы всегда можете по телефону нашей редакции 70-3003. Темы для сюжетов и предложения мы также принимаем в соцсетях. А все материалы и выпуски оперативно появляются на нашем YouTube-канале НовгородСевиньюз. Впереди вас ждет прогноз погоды на выходные. Последние предпраздничные в уходящем году. Проведите их с пользой. А я прощаюсь с вами и желаю хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»!